Магадеева проводили молча. А вот с Гурьевым самая сложная ситуация. Гурьев ключевая фигура всех махинаций с государственной собственностью, которые случились за время правления Хамитова. Ахмадинуров займет, возможно, пост Сагитова. Это вполне правдоподобно. И по профилю ему тоже подходит. Ладно бы, если все это было просто каким-то, условно говоря, праздником семьи и почитателей. Но тут вмешалась наша дурная тусовочка уфимская. И случился такой скандал. Жители города надеялись на то, что этого безобразного главу района господина Сахабиева каким-то образом, ну если не уволят, то хотя бы накажут. И заставят убрать эти ядовитые вещи из города. Однако при Хамитове этого не случилось. На прошедшей неделе мы получили ответ на вопрос, кто же станет мэром Уфы. Они все бьют себя в грудь, расцарапывают в кровь лицо и сообщают, что только страшный кровавый режим Хамитова не позволял им заняться этими проблемами. Но хотелось бы напомнить, что на самом деле Хамитов, конечно, никому не запрещал заниматься проблемами пассажирских перевозок. Ему приписывались участия в всевозможных смутных схемах по отмазыванию Филиппова. Госпожа Шафикова, господин Сагитов, господин Михайлов, тоже покидающий администрацию президента, администрацию главы республики. Это все выкормыши господина Садулина. А то, что наговорил господин Дельмхаметов в последнем выпуске «Наихе Москвы», это было уже где-то на грани. Вся прошедшая неделя прошла, безусловно, под знаком отставок и увольнений. Как известно, новый глава республики Башкортостан пока еще находится в статусе временно исполняющего обязанности, и потому его юридические возможности очень сильно урезаны. В частности, он не имеет права по закону увольнять членов правительства, премьер-министра и так далее. Но случилось чудо. Радий Фаритович смог убедить правительство республики Башкортостан практически в полном составе подать в отставку. Все вице-премьеры в разной степени добровольности, но написали заявление об отставке. И получается такая у нас чудесная сейчас конструкция. Все вице-премьеры стали в Рио, но не все продолжат работать в статусе временно исполняющих обязанностей. Я говорю о господине Трухане, о господине Сагитове, о господине Магадееве и Гурьеве. Эти люди не вернутся работать на свои посты и по разным причинам. В частности, Трухан не вернется на свой пост, как известно, не потому, что он не смог ответить на простейшие вопросы главы о названиях строительных организаций, а безусловно потому, что Трухан был одним из ближайших соратников Хамитова и во многом воплощал смыслы и суть Хамитовской администрации, потому ему, как говорится, по происхождению не удастся попасть в новое правительство. Магадеев и Сагитов, в принципе, абсолютно бессмысленные фигуры, это было ясно давно. Как говорится, люди хорошие, но это не профессия. Сагитова даже напоследок назвали очень важным, полезным и пригодным, но только не для работы в правительстве республики. Магадеева проводили молча. А вот с Гурьевым самая сложная ситуация. Гурьев – ключевая фигура всех махинаций с государственной собственностью, которые случились за время правления Хамитова. Я думаю, что Гурьева ждет очень печальная судьба в том смысле, что в его действиях, скажем, в отличие от Сагитова и Магадеева, содержится все-таки какая-то противоправная компонента, если не сказать, что это были просто преступления. И тут, видимо, разбираться очень долго еще будут правоохранители, потому что Гурьев у нас везде во всех сделках, во всех странных событиях с государственным имуществом, во всех банкротствах. В частности, вот про банкротство издательства «Башкортостан» зашла речь уже в первые же дни воцарения ради Хабирова. В общем, конечно, с Гурьевым будет интересно и печально одновременно. Свои посты покинули министр здравоохранения, министр образования господин Бакиров и Шафикова. С Шафиковой, конечно, вообще было некрасиво и, на мой взгляд, глупо все устроено. Надо было просто быстро уйти, а не сопротивляться, не пытаться делать хорошую мину при плохой игре, видимо, что-то выторговывая себе. Бакиров сообразил быстрее, а также очень ловко и быстро трудоустроился вновь. Я не знаю, каким образом прошла эта кадровая процедура, но он уже стал проректором мединститута. То есть такое ощущение, что он работал на двух работах, с одной просто уволился. Ну да ладно. В общем, перетурбации в правительстве у нас продолжатся. Помимо вот этой всей чистки, которая сейчас происходит, судя по всему, идет интенсивный подбор замещающих кадров. Господин Епаров, который стал временно исполняющим обязанности министра здравоохранения, безусловно, фигура промежуточная. И в ближайшую неделю, я думаю, мы узнаем имя нового министра здравоохранения. Это ключевая фигура на данный момент. Кроме этого, стало известно, что господин Абдрахимов заместит господина Трухана на этом посту и будет курировать строительство. И, видимо, дорожное хозяйство тоже. Господин Абдрахимов, ближайший соратник ради Фаритовича Хабирова по Красногорску, его заместитель, в общем, проверенный кадр. Кто будет замещать Гурьева, Магадеева, Сагитова, пока неизвестно, но я думаю, что эти назначения будут происходить достаточно быстро и стремительно. Очень много разговоров о том, что Ахмадинуров займет, возможно, пост Сагитова. Это вполне правдоподобно. И по профилю ему тоже подходит. Остальные будем посмотреть. Я думаю, что очень быстро мы узнаем фамилии новых вице-премьеров правительства. Также речь идет о том, что господин Морданов, который единственный член правительства, не написавший заявление об уходе, все-таки уйдет, уступив свое место Евгению Викторовичу Маврину. А на пост главы администрации ради Хабирова придет небезызвестный в республике и ныне депутат Госдумы от Татарстана господин Сидякин. Вот это будет очень интересная рокировка и очень много таких, скажем, необычных действий и событий можно будет ожидать от господина Сидякина, известного тем, что он человек неординарный, смелый, отчаянный. Даже однажды на Эверест поднялся и как-то раз в Арктике потерялся. Очень такой активный мужчина. Будем от него ждать, соответственно, активных действий и на политических полях республики Башкортостан. Очень-очень много у нас стало Мустая Карима в республике Башкортостан. Помимо того, что его именем, судя по всему, назовут Международный аэропорт города Уфы, помимо появившегося нового памятника в центре города, который построил благодарный внук и зять Сечина Тимирбулат Каримов, теперь, значит, у нас случилось 99-летие. Мустая Карима бурно праздновалось оно у нас вчера. И приехали очень высокие гости. Господин Рапота, посол Азербайджана в России, Паллад Бюль-Бюляглы, приехали родственники. Конечно же, приехал Тимирбулат Каримов. И, в общем, ладно бы, если все это было просто каким-то, ну, условно говоря, праздником семьи и почитателей, но тут вмешалась, значит, наша дурная тусовочка уфимская, и случился такой скандал. Издание про Уфу опубликовало статью, в которой был обзор круглого стола, на котором обсуждалось название или не название аэропорта именем Мустая Карима. И на этом круглом столе какой-то историк Кульборисов что-то нехорошее сказал про Мустая Карима, что он, дескать, стучал там на кого-то из башкирской интеллигенции. Вообще незначительное совершенно событие, такое, прямо скажем, вторичное, если не третичное, но тут случилось страшное. Во-первых, на издание про Уфу, на сетевое издание про Уфу обрушилась достаточно серьезная ДОС-атака. 20 миллионов запросов в секунду, значит, полностью блокировали сайт и сделали его недоступным для читателей. Я, как человек, немножко понимающий в этих процессах, могу сказать, что это очень дорогостоящее мероприятие. Значит, вообще ДОС-атаки – это действие, граничащее, на самом деле, с преступлением. И вообще-то за это полагается некая ответственность. Занимаются этим нехорошие хакеры, сидящие во всевозможных, значит, отдаленных уголках планеты, разных Бангладешах, Индиях и Венгриях. Очень дорого стоит такая атака, значит, кто-то не поскупился и выложил там несколько тысяч долларов за подобное действие в отношении сайта про Уфу. Ну и это не все. В процессе празднования и возложения цветов случился вообще какой-то некрасивый казус. А именно фотографа издания про Уфу, бдительный Шамиль Валеев, стал отгонять от тела Тимирбулата Каримова, который в этот момент давал интервью башкирскому спутниковому телевидению. По какому поводу, почему Шамиль возложил на себя обязанности личного охранника зятя Сечина, я не знаю. Почему Шамиль взял на себя функции надзора за чистотой взглядов людей, которые посмели приближаться к телу внука великого башкирского писателя, я тоже не знаю. Ну, в общем, конечно, это какая-то совершенно гнусная история, которая вот обнажила, иллюстрировала достаточно печальное состояние наших псевдоэлит в Башкирии. Конечно, тут все это обсуждают. В общем, нужно прекращать вот это безобразие вокруг имени Мустая Карима. Тут хотелось бы порассуждать о том, что писатели, художники, поэты и вообще выдающиеся деятели искусства вообще-то не обязаны быть хорошими людьми и нравятся всем как доллар. Многие из них в личной жизни были весьма противоречивыми фигурами, многие совершали много всяких неприглядных поступков, но мы смотрим на их произведения. Мы в вечности остаются картины, книги, музыка и прочее, а вовсе не поступки личной жизни этих людей. И вообще достаточно неправильно обсуждать, что бы там они делали или не делали и так далее. Но вот, к сожалению, это вышло на передний план, и ПРУФА очень зря опубликовал эту статью. Ее просто не надо было опубликовать, это бессмысленно. Ну и Шамилю Валееву, конечно, превращаться в какого-то надзирателя нравов и человека, который будет решать, можно ли приблизиться к внуку великого писателя, тоже становиться не стоило. Сегодня, в воскресенье 21 октября, новый временно исполняющий обязанности главы республики Башкортостан, невзирая на выходные, трудится, и сегодня он отправляется в город Белебей. Город Белебей для меня и для нашей группы вообще город не посторонний. Все мы помним историю с нефтешламами, все мы помним, какой резонанс это вызвало в городе, и как все-таки жители города надеялись на то, что этого безобразного главу района, господина Сахабиева, каким-то образом, ну если не уволят, то хотя бы накажут и заставят убрать эти ядовитые вещи из города, однако при Хамитове этого не случилось. Посмотрим, будет ли предпринимать в этом смысле какие-то действия господин Хабиров. Я знаю, что он оповещен об этой истории, я знаю, что он в деталях, в курсе того, как все это происходило, и посмотрим, какая будет его реакция. Я еще раз скажу, что жители города очень надеются, что новый глава примет какие-то, ну, скажем так, действенные меры к той ситуации, которая так и не разрешилась в городе Белебей. Я напомню, что 35 тысяч тонн примерно этого ядовитого вещества так и лежат рядом с городским полигоном твердобытовых отходов, так и источают сырую нефть в почву, которая впоследствии поступает и в почву, находящуюся на территории самого полигона. Ну и, в общем, не то что пользы, а наносят очень много вреда экологии и без того не самого чистого города в республике Башкортостан. На прошедшей неделе мы получили ответ на вопрос, кто же станет мэром Уфы. И несмотря на то, что 27 человек подали документы и написали заявление на участие в этом конкурсе, мы совершенно уверенно можем говорить, что мэром Уфы станет Ульфат Мустафин, давний соратник господина Хабирова, работавший в сфере ЖКХ города Уфы в прежние времена, в последнее время работавший в газоснабжающей организации и заведовавший развитием, всевозможными инвестициями и так далее. Человек в возрасте, человек с опытом, человек необсуждаемой преданности господину Хабирову, собственно, с тем набором качеств, которые и необходимы господину Хабирову, чтобы они наличествовали у мэра крупнейшего города республики. Повторюсь, кандидатура эта не обсуждается, никакого конкурса, безусловно, не будет фактически. Как, собственно, и заложено в тех механизмах, которые приводят к власти человека в столице республики Башкортостан. Значит, по-моему, 27 или 25 октября закончится этот конкурс, и мы увидим нового мэра Уфы на ближайшие пять лет. Иначе как переобуванием в воздухе поведение многих людей и даже целых органов власти в последнюю неделю, наверное, не назовешь. Стоило только новому главе республики обмолвиться о непорядке в области пассажирских перевозок, а именно о незаконных перевозчиках, о разбитых пазиках, гнилых, страшных газельках и так далее, как все, буквально все, кинулись решать эту проблему. Курултай, который 10 лет ничего вообще не делал в этой области, и, собственно, в прежнем составе остался практически процентов на 60-70, внезапно создал там комиссию, какой-то комитет, чрезвычайный, значит, который, мама дорогая, сейчас как займется только проблема, что скоро даже ее решит. ОНФ срочно собрался и господин Фазлыев, Азат, я имею в виду Фазлыев, с грустным лицом человека, изможденного шоссебриксовскими мероприятиями, опять, значит, там прозаседались на тему недопустимости вот этой истории с пассажирскими перевозками. Вообще, конечно, очень смешно это все наблюдать. Они все бьют себя в грудь, расцарапывают в кровь лицо и сообщают, что только страшный кровавый режим Хамитова не позволял им заняться этими проблемами. Но хотелось бы напомнить, что, на самом деле, Хамитов, конечно, никому не запрещал заниматься проблемами пассажирских перевозок. Стоило только, на самом деле, видимо, удалить от руководства ГИБДД Динара Загидовича Гермудинова, и проблема начала уже решаться. Ну, я не знаю, связано ли это увольнение с, ну, действительно, проблемами пассажирских перевозок, хотя, конечно, наверняка связано. Но задача не столь сложная, сколько ее пытались представить в прошлом. И тем более будет достаточно просто решить ее вот сейчас настоящим. просто несколько рейдов, просто отъем документов, снятие номеров и всевозможные вот эти карательные меры в отношении вот этих ужасных транспортных средств, которые перевозят пассажиров в Уфе из Кирилл-Тамаки. И я думаю, проблема очень быстро начнет решаться. Тем более, что Хабиров дал жесткие сроки. Значит, до 1 декабря проблема должна быть решена. Ну, я думаю, что она будет решена. Традиционная рубрика «Аресты недели» на этой неделе у нас пополняется пока еще неподтвержденным задержанием, наконец, двух сотрудников, высокопоставленных сотрудников прокуратуры Республики Башкортостан Олега Горбунова и господина Голицына. Олег Горбунов вообще был первым заместителем прокурора Республики Башкортостан. И в последние недели ему приписывались участия в всевозможных смутных схемах по отмазыванию Филиппова, по участию в всевозможных махинациях с медикаментами, закупками медикаментов в Минздраве и так далее, и так далее. Вообще, судя по всему, Олег Горбунов действительно был на вершине вот этой преступной пирамиды, которая была сформирована в Республике Башкортостан. Господин Голицын, насколько я понимаю, был его подчиненным, тоже ульяновский прокурор, пришедший из Ульяновска, как и Горбунов. Его подчиненные правая рука, ну и так далее, и так далее. Отразятся ли эти аресты, задержания пока, задержания дальше на всей вот этой пирамиде преступлений, которые совершались в Республике Башкортостан, я не знаю, но однозначно это, наверное, отразится на судьбе господина Филиппова и, кстати, господина Епарова. В последующих выпусках мы расскажем, каким образом связаны господин Голицын и господин Епаров, но пока нет точных данных. Начались акты противодействия новому главе, и если в случае с Епаровым это было просто пререкание, вызванное, скорее, наверное, эмоциональными проблемами у человека, то вот господин Асадулин, Раэль Мирвач, бывший ректор Пединститута, а ныне депутат Госсобрания, уже в открытую начал действовать против нового главы республики, а именно в обход республиканской власти, и понимая, что он теряет рычаги влияния управления, господин Асадулин попытался назначить нового ректора Пединститута из числа верных ему проректоров, а именно подал документы и сформировал заявку на назначение в Москву в федеральное министерство, чем, конечно же, вызвал очевидное недовольство в нынешнем Белом доме в Башкирии. Я полагаю, что назначение это не состоится, конечно же, потому что, ну, вообще-то принято согласовывать ректоров крупных учебных заведений на территории республики с главой республики, с там, профильными министерствами, а учитывая, что госпожа Шафикова, господин Сагитов, господин Михайлов, тоже покидающий администрацию президента, администрацию главы республики. Это все выкормыши господина Асадулина. Он понимает, что он остается один на один со всей этой своей, значит, бандой уже безработных, и ему нужна, ну, очевидно, нужна опора, определенная в серьезных структурах, ну, где же, как не в родном пединституте эту опору искать. В общем, Асадулин предпринял вот такой вот перформанс. Я очень рассчитываю на то, что это назначение не пройдет, и что новый министр образования, который будет назначен в ближайшее время, с максимальным вниманием отнесется к этому кадровому решению. Потому что тот пединститут, который находился под Михайловым, Асадулиным и Шафиковой, конечно, республике Башкортостан больше не нужен. А никому неизвестный депутат Госсобрания Марат Шафиков сложил свои депутатские полномочия. Казалось бы, вообще, кого может заинтересовать эта никому неизвестная фамилия, никому неизвестного депутата из Белебея. Однако тот факт, что он стал депутатом, получив мандат из рук Рустема Хамитова, конечно, меняет ситуацию. Марат Шафиков, администратор объединенных рынков города Белебея, сложил свои депутатские полномочия, тем самым полностью, окончательно прекратив даже след господина Хамитова в Госсобрании. Теперь даже нет депутата, которому Хамитов передал свой мандат. По какой причине Шафиков отказался от полномочий депутата, мы не знаем, да, собственно, и не очень-то интересуемся. Знаковость события важнее самой персоны. Конечно же, пришествие ради Хабирова в республику затмило все прочие события, происходящие вне этой темы. Но, тем не менее, политическое пространство продолжает жить своей скучной жизнью. Продолжается конфликт внутри башкирских националистических движений. Мы одним глазком наблюдаем переругивание представителей организации Башкорт и Айрата Дельмухаметова. На мой взгляд, вообще, было бы полезно не обращать на это внимание. И, наверное, проблема сама собой решится. Потому что, честно говоря, после вот этих громких заявлений Дельмухаметова о том, что он обвиняет всех во всех смертных грехах и сотрудничестве с сатаной и правоохранительными органами, больше не последовало, во-первых, никаких серьезных заявлений, во-вторых, не было никаких обоснований вот этому обвинению. А то, что наговорил господин Дельмухаметов в последнем выпуске «Наихе Москвы», это было уже где-то на грани какой-то клинической картины. То есть мы узнали о том, что это единственный политик в Республике Башкортостан, это Айрат Дельмухаметов. Мы узнали о том, что действующая власть просто обязана дать ему возможность избираться на пост президента, президента, кстати, я не оговорился, республики Башкортостан, а в противном случае он за себя не отвечает и так далее. А также в последующие дни господин Дельмухаметов милостливо дал 100 дней радио Хабирову на совершенно спокойное существование, потому что он, Дельмухаметов, ни полусловом не обмолвится, критикуя господина Хабирова. Ну, конечно, все это уже очень смешно, печально. И становится все менее и менее интересным.